Как страна готовится к выборам и какие настроения в обществе, расскажет наша коллега Лариса Петрук. Она с нами на прямой связи из Кишинева. Лариса, приветствуем тебя и, собственно, тебе же слово по поводу того, какие сейчас новости, по сути, поступают от Молдовы по поводу этого избирательного процесса. Да, коллеги, добрый вечер. Как уже упомянули в студии, беспрецедентное российское влияние сегодня в Молдове происходит, пытается, по крайней мере, Москва влиять на исход президентских выборов, ну и, собственно, референдума по вступлению страны в Евросоюз. Эти выборы еще не состоялись, но уже побили несколько рекордов по количеству мешательств со стороны Кремля и по количеству кандидатов. Как вы в студии сказали, столько кандидатов на пост президента еще в Молдове никогда не баллотировалось. Хотела бы дополнить ту информацию, которую говорили в студии, о том, что действительно связанные с беглым пророссийским олигархом Иланом Шором члены партии, связанные с ним люди, создавали сети агентов в Молдове и пытались подкупить людей перед предстоящими выборами. Так вот, недавно, буквально на днях, молдавская полиция заявила о том, что им стало известно, что несколько сотен граждан Молдовы Россия вывозила на свою территорию и подготавливала к массовым беспорядкам, к организации массовых беспорядков. Вот давайте послушаем мнение эксперта о том, насколько действительно велико российское влияние на выборы в Молдове. Россия действует грубо напрямую через такие приемы, как прямой подкуп избирателей. То есть это самое такое непосредственно доказанное, мы имеем видеодоказательство, аудиодоказательство и так далее, вмешательство Российской Федерации. Плюс непрекращающаяся пропаганда, которая несется из Москвы, подхватывается здесь местными людьми, амплифицируется и так далее. Ну что ж, несмотря на то, что рекордное количество кандидатов на пост президента, в принципе, можем отметить только два лидера этой гонки. Это действующий президент Молдовы, Майя Санду. По предварительным оценкам, она может набрать около 35% голосов. Майя Санду выдвигается от партии ПАС, что на русском языке переводится «Действие и солидарность». Но все мы, конечно, знаем месседжи, которые посылает Майя Санду. Это проевропейские, она настаивает на интеграции Молдовы в Евросоюз. Также достаточно тесные и теплые отношения у Кишинева с Киевом. Ну, буквально в спину ей дышит другой кандидат от партии «Социалистов» в Республике Молдова. Он, по предварительным оценкам, может набрать до 12% голосов. Это Александр Стояногло, лидер партии «Социалистов», бывший президент Молдовы Игорь Дадон. Однако баллотироваться в этот раз он отказался и поддержал Стояногло. Ну, заявления Стояногло неоднозначные. С одной стороны, он говорит о том, что не против европейской интеграции Молдовы. Но, с другой стороны, подчеркивает, что Россия – это хороший союзник для Кишинева. Хочу отметить также то, что Центральная избирательная комиссия не допустила нескольких кандидатов. Их должно было быть больше. Давайте послушаем, какими были причины и где здесь, опять же, влияние Москвы. Мы не зарегистрировали кандидата так называемого «Блока Победы», который был якобы сформирован, то есть официально об этом заявили в Москве, потому что он якобы был сформирован в Москве. Мы, со своей стороны, предприняли все возможные меры для того, чтобы технически организовать выборы, для того, чтобы граждане Республики Молдова, вне зависимости от их места нахождения на территории или за рубежом, смогли прийти на избирательный участок и проголосовать. Ну и, конечно, не забываем о том, что в воскресенье, 20 октября, параллельно с выборами президента страны, пройдет и референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз. Наша съемочная группа вышла на улицы Кишинева, просила людей. Давайте послушаем, что жители Молдовы думают о референдуме. Везет наш политический взгляд на Евросоюз. И я, как молодой человек, поддерживаю евроинтеграцию. Евросоюз – это почти единственный наш шанс для хорошей жизни в будущем. Это дает нам много шансов, много преимуществ, и я это оцениваю. Потому что цивилизация, потому что мы хотим, чтобы мы туда, в Европе были, чтобы хорошая жизнь. Там жизнь хорошая, и для детей, и для внуков. И, конечно, мы хотим туда, всем сердцем. Это наше будущее. Молодые поколения, вот мои знакомые, все, да. Я вот приехала из Германии, я жила в Германии, я уже вижу хорошее будущее у нас. Для моей дочки тоже, я вижу. 20 октября, в воскресенье, для голосования жителям Молдовы будут открыты более 2200 избирательных участков. Также уже напечатано более 2 миллионов 800 тысяч бюллетеней, как для голосования на выборах президента Молдовы, так и для референдума. Ну и напомню о том, что, согласно молдавскому законодательству, если ни один из кандидатов в воскресенье не наберет 50% голосов, плюс один голос, состоится второй тур выборов. Пока что, как мы видим, ни один из кандидатов не набирает достаточного количества голосов, поэтому, скорее всего, ждем второго тура выборов в Молдове. У меня на этом пока все. Наша съемочная группа будет находиться здесь и, конечно, следить за всем, что будет происходить, особенно завтра, в День тишины. Будем следить за тем, не происходит ли политическая агитация здесь, в столице Молдовы, в Кишиневе. На этом у меня все. Коллеги, передаю слово вам в студию. Лариса, спасибо. Лариса Петрук была с нами на прямой связи из Молдовы, и она рассказала о том, как страна готовится к выборам. Телеграм-канале Freedom. Только самые важные новости. Мы оперативно сообщаем обо всем, что происходит в Украине и мире. Подписывайтесь.